Где спрятан клад с золотом в республике Алтай? Или тайна золота челканцев, основана на реальных событиях? В России шла гражданская война. Алтай затронула она. Через непроходимый лес тайги в Курмач-Байгол пришел отряд. Скорей беги! Усталый люд, бинты, бинты, кровавые бинты. Звенят Георгия лишь на груди кресты. Из сил последних тащат пулемет. В глазах их пустота, но боль отряд тот не берет. В отряде был том командир. Четыре он креста георгиевских носил. И слава впереди него всегда идет. Его и пуля никогда в бою ведь не берет. Эй, местный люд, пустите на постой, сказал тот командир. Хоть я не свой, пустите ночевать меня и мой отряд. Червонец золотой хозяину избы готов отдать. Мальчишка местный выбежал вперед. Пойдем, мой командир, ночлег тебя зовет. У нас уютно, ладно, баня, все дела. Устали, ваше благородье, вылезайте из седла. И закрутилась баня, водка, песни, жуткий смех. Уже казалось, и немного будет грех. Ну, ровно в полночь командир к мальчишке подошел и строгим голосом сказал, «Бери лопату» и со мной пошел. Они ушли на самый край села. Затем, шаги считая, отошли на километр или два. «Стой здесь», — сказал вдруг командир. «Копай могилу, я пока поем ваш деревенский сыр». Мальчишка задрожал вдруг. Навзнич он упал. Дрожащим голосом он командиру прошептал. «Помилуй, батя, ну за что же вы меня? Уж лучше б запороли. Куда нелегкая вас на ночь понесла?» «Спокойно», — молвил командир, смотря юнцу в глаза. «Вот видишь на плече мешок, тащу его я не зазря. Иди сюда поближе и мешок раскрой. Тогда поймешь ты все, мой друг таежный, друг лесной». Открыл мальчишка тот мешок и пробежал по телу легкий холодок. Лежало золото в холщовом том мешке, размером с голову коня. Огни деревни тихо так мерцали вдалеке. «Мой юный друг», — сказал вдруг командир, «под кедром этим закопаем золото и мой мундир. Мы завтра совершим безумный марш-бросок в Китай, а ты, мой друг, клад этот охраняй». «Тебя запомнил я, вернусь я через год, а может через два, или черт там разберет. Ты сохранишь мне это золото и не расскажешь никому. Меня дождись ты, все пойдем, я пьяный свой отряд уйму». «Еще, мой юный друг, я попросить тебя хотел. Оставим мы тебе сундук, там барахло, чтоб ты семью свою немного приодел. На дне того большого сундука ты карту места клада нарисуй. Все, пошли быстрей, хочу я от табака». Наутро след того отряда навсегда простыл. Мальчишка ждал, обед свой командиру вечно он хранил. Но шли года, десятилетия, и стал мальчишка тот седой, и превратился в старика, но не дождался командира снова на постой. Когда пришла пора ему под вечер умирать, старик позвал к себе семью, чтоб тайну эту близким рассказать. И рассказал про командира и лихой его отряд, сказал, что золото зарыл под кедром, под каким он не успел сказать. С тех пор минуло много-много лет. В Курмачбайголе ищут золото, копают и встречают здесь рассвет, а в доме на центральной улице сундук по-прежнему стоит. И клад челканский, также все под кедром старым, до сих пор в земле лежит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok